Это прямой эфир программы «Дежурный по Нью-Йорку» в студии Михаила Терентьев и мы продолжаем. Завтра из мегаполиса стартует яхтенная гонка до французского берега. Это будет квалификация перед предстоящей кругосветкой. У спортсменов выдался лишь один день, чтобы показать прессе и всем желающим, какие же они будни адептов яхтенного спорта. Наш корреспондент Кэт Покрас получила уникальную возможность пообщаться с командой. В минувшее воскресенье яхта «Нью-Юроп» пришвартовалась в экватории Южного Бруклина. Это, пожалуй, единственный день, когда спортсмены и пресса могут пообщаться друг с другом. После приготовления и проверки судна спортсмены отправятся в долгое плавание. Ирина Грачева в составе команды. Ее имя уже стало легендой в международном яхтинге. Эта хрупкая с виду женщина обладает невероятной силой духа, целеустремленностью и волей к победе. Она не просто спортсменка, а настоящий первопроходец, ломающий стереотипы и вдохновляющий своим примером. С детства у меня такой настрой, что если мне что-то взбрело в голову, если я сильно о чем-то мечтаю, то я иду по направлению к цели, как поезд. С парусами Ирина познакомилась в 12 лет. Она прошла путь от юниора до опытного шкипера. В 2017 году Ирина установила рекорд скорости трансатлантического перехода. Вместе с Микаэлем Рюкингом они преодолели 3000 морских миль от Бермудских островов до Плимута. Всего за 13 дней, 5 часов, 19 минут и 38 секунд. Дался этот рекорд нелегко. Самое опасное был момент, когда мы совершали трансатлантический рекорд с шведским кошкипером на его лодке класса 40. И мы попали в достаточно серьезный шторм. И у нас дул ветер на протяжении трех суток, в среднем 45 узлов на порывах до 60. И волнение около 10 метров. Это было действительно страшно. И в какой-то момент, когда я несла свою вахту, я сидела и рулила. И мы должны были рулить руками. У нас не работал автопилот. В таких условиях он просто не может справиться. Подошла волна с необычного ракурса, с необычного угла, то, что называется breaking wave. И она просто перевернула нашу яхту. И я вылетела из кокпита. Я была пристегнута, я была в жилете, потому что условия были действительно очень серьезные. И я повисла на страховочном лине, прямо над океаном. Но на этом Ирина не остановилась. В 2019 году она стала первой россиянкой в одиночной трансатлантической гонке на яхтах длиной всего 6,5 метров. Но и тут не обошлось без приключений. Посреди океана у Ирины сломалась мачта. И она не смогла финишировать. Спортсменка считает, что именно этот критический момент дал ей толчок двигаться дальше. Мне кажется, когда ты проходишь несколько таких моментов, ты все-таки понимаешь, что плюсов этих трудностей было больше, чем минусов. И каждая из них сделала тебя немножечко сильнее. И хочется продолжать идти по этому пути и встречаться с новыми трудностями. Так что сейчас я уже не переживаю. Я уже более философски отношусь. Я о себе говорю в голове. И это тоже пройдет. Яхтмен в одиночной гонке – это не просто спортсмен. Он и навигатор, и метеоролог, и механик. Ему необходимо самостоятельно решать все возникающие проблемы. От поломок техники до штормовых предупреждений. Ирина, у вас бывает морская болезнь? Да. Я вообще начала с того в парусном спорте, что меня очень сильно укачивало. Практически каждую гонку я, можно сказать, висела за бортом. Но мне удавалось с этим справиться. И мне удавалось как бы перебороть себя. И развить свой характер, может быть, даже в этом плане. Сейчас морская болезнь встречается все реже и реже. Как правило, это в начале сезона. Либо в начале сезона, либо когда условия на яхте какие-нибудь нестандартные. Жизнь яхтсмена в одиночной гонке – это не только изнурительные физические нагрузки и борьба со стихией. Это также сильно ограниченные бытовые условия и отсутствие нормального сна. Несмотря на то, что яхта снаружи кажется такой большой, внутри, именно в кабине, она достаточно маленькая. И очень часто передвигаться нам приходит фактически на коленях. Потому что она сделана для одного человека. И условия, они несколько аскетичные. Спим мы, например, вот на таких вот мешках, именно здесь. То есть это не полноценная койка, но достаточно комфортное место, чтобы отдохнуть после трудовой вахты, после работы в кокпите. Чтобы приготовить еду, мы используем джет-бойл. Это небольшая такая газовая горелка типа примуса, с которой можно раскипятить воду. Это резервуар на пол-литра. Едим мы специальную еду. Это freeze-dried food, то есть сублимированная еда или стерилизованная еда. То есть уже готовый продукт, который можно просто разогреть прямо в упаковке и прямо из упаковки скушать. В феврале 2022 года Ирина эмигрировала во Францию. Но Французская Федерация парусного спорта наложила на нее санкции, отстранив от участия в гонках на полтора года. Так что Ирине пришлось переместиться с лодки в мастерскую по покраске парусов, где она работала маляром. Но даже в это непростое время Ирина не теряла веры в себя и свою мечту. Ирина, а есть ли в вашей дисциплине какой-то олимп и чего вы вообще хотите достичь в этом спорте? Да, в одиночном парусном офшорном спорте есть олимп. Это венди-глоб. Это кругосветная гонка без посторонней помощи на яхтах класса Аймока. И яхты становятся все более и более техничными и все более и более быстрыми. И моя мечта участвовать в этой гонке на яхте с фойлами, на современной быстрой яхте. Что нужно для того, чтобы эта мечта осуществилась? В первую очередь партнеры. Потому что такой большой проект требует надежных партнеров и хорошая команда. Пока Ирина готовится к личной кругосветке в качестве шкипера, она взяла на себя новую роль. В команде New Europe спортсменка занимает позицию менеджера и технического управленца. Она практически живет на лодке, путешествуя с ней по всему миру. Совсем недавно вместе с небольшой командой они совершили трансатлантический переход, чтобы добраться до Нью-Йорка. Уже отсюда стартует гонка New York Vandy, которая станет финальным квалификационным мероприятием перед кругосветкой. Екатерина Покрас, Михаил Харченко и Сергей Голубничий. RTVI US, New York.